3 июля 1960 года доменная печь номер один Карагандинского металлургического комбината выдала первый казахстанский чугун. Этот день стал днем рождения флагмана казахстанской металлургии казахстанской магнитки. Такое название комбинат получил от первостроителей. Именно под таким названием он навсегда вошел в судьбу людей, которые его возводили и работали на нем. 3 июля первой плавкой руководил начальник доменного цеха Вадим Романов. Старший горновой Ахат Набиуллин пробил летку и по желобу пошел первый казахстанский чугун. Разливку первого чугуна производила бригада номер три, которая работал горновым, будущий первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 95 лет назад в Каркарлинском районе Карагандинской области родился Амен Махатович Азеев, известный казахский писатель и публицист. В 1950 году после окончания факультета журналистики КАЗГУ работал в редакции республиканской газеты Ленин Шил ЖАЗ в Институте языка и литературы Академии наук КАЗССР. В 1952 году переехал в Караганду, где работал в областной газете директором карагандинской студии телевидения. В 1968-1990 годах он доцент Каргу, профессор Карпатии, где заведовал кафедрой казахской языка и национальной культуры. Амен Азеев член Союза писателей Казахстана. Его литературная деятельность началась с конца 50-х годов. Главной темой творчества писателя была история развития угольной и цветной промышленности Центрального Казахстана. Им написаны романы «Медные горы», «Медный пояс», «Стон земли» и другие. Умер писатель 4 апреля 2003 года. В Караганде, на доме, где жил Амен Азеев, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 34, установлена мемориальная доска. 15 июля 1957 года, 65 лет назад, на строительство казахстанской магнитки, объявленной всесоюзной комсомольской стройкой, встречали более тысячи болгарских добровольцев-димитровцев, прибывших в Тимиртау в порядке социалистической помощи. В течение трех лет болгарская молодежь участвовала в возведении промышленных и жилищно-бытовых объектов молодого города. 3 декабря 1957 года состоялась торжественная закладка фундамента доменной печи номер 1. Ей было присвоено имя 40-летие в ЛКСМ. В закладке фундамента участвовало пять бригад бетонщиков, из них три болгарские. На фундаменте домной составили надпись, символизирующую дружбу советской и болгарской молодежи. Комсомольская домна залили ленинцы и димитровцы. В честь болгарской молодежи одна из центральных улиц в городе Тимиртау была названа именем Димитрова, видного деятеля международного коммунистического движения. В городе есть дома, которые горожане до сих пор называют болгарскими. Сто лет назад в Нуринском районе Карагандинской области родился ученый-филолог Шалабеков Дакен. Учился в семилетней школе, затем закончил среднюю школу села Казгородок, окончил Карагандинский учительский институт. После окончания был назначен завучем в школе села Захаровка, затем директором Кантайской средней школы Нуринского района. В 1945-1950-х годах учился на факультете языка и литературы Казахского государственного университета имени Кирова. С 1951 года работал в институте языка и литературы Академии наук Казахской ССР. Часто приезжал в Караганду творческие командировки по сбору материалов фольклора шахтеров. Защитил в 1954 году кандидатскую диссертацию на тему «Песни рабочих казахов Караганды. До Октябрьский период», которая послужила основой для издания в 1961 году отдельной книги. Дакен Шалабеков умер в 1958 году в возрасте 37 лет. В 1998 году в школе села Кантай Нуринского района Карагандинской области присвоено его имя.